«Что у вас здесь за балаган творится?» – строго спросил главврач, увидев толпу санитарок в коридоре. Они стояли возле лежащей на скамье женщины, которая корчилась от боли и не могла сказать ни слова. «Это еще что такое?» – продолжил распекать персонал Игорь Павлович. «Почему роженица не в палате? Что она здесь делает?» Марина лежала на скамейке уже около получаса, надеясь на то, что ей хоть кто-нибудь поможет. Но проходившим мимо акушеркам было все равно. Они торопились по своим делам, которых и так было не впроворот. Кому интересна судьба бедной женщины, которую доставили в больницу прямо с улицы? Ни денег, ни документов у Марины при себе не было. Неравнодушные люди вызвали бригаду, но врачам оказалось все равно. Акушерка, как только узнала о том, что женщина бесхозна, цинично выкинула ее из палаты. «Но куда же вы?» – попыталась возмутиться медсестра. «Ей же тоже нужна помощь. Ребеночка примем, потом уже разбираться будем». «У нас прикрепленных целая палата», – жестко возразила Вера Сергеевна. «Если мы еще у каждой бомжихи будем ребеночка принимать, у нас рук не хватит. Итак, все перегружены, работаем сутками». «Если ты не забыла, то на целый город всего два роддома, а плодиться бабы в последнее время стали как кролики». «Нет у нас мест. Вот если освободиться, тогда примем». «А так, давай, давай не спорь со мной. Продолжаем работать. Что встало?» Спорить с Верой Сергеевной медсестра не решилась. Да и мало кто был способен переспорить циничную и прожженную жизнью акушерку, которая относилась к роженицам как к инкубаторам. Не стоило и пытаться. Схватив женщину за руку, она выволокла ее в коридор и через 10 минут отправилась в родильный зал. Там ее ожидали четыре роженицы, и это только на ближайшие несколько часов, и если все пойдет по плану. А если нет? Нагрузка на акушерок и в самом деле была колоссальной, их можно понять. Иногда им сутками приходилось оставаться на ногах. Главврач хоть и пытался решить проблему привлечением новых кадров, но безуспешно. Работать в маленьком городе никто не хотел. Большинство специалистов по возможности перебирались в крупные мегаполисы, где получали достойную оплату за свой труд. В маленьком же городе мало кто платил за роды и сопровождение. Откуда у местных жительниц на это деньги? Вот и приходилось акушеркам работать и днем, и ночью за весьма скромную зарплату. «Как тут не озвереть и не стать циничными?» «Проводите ее в палату», – строго сказал Игорь Павлович. «Я подойду через несколько минут». Он уже и не помнил, когда последний раз принимал роды. За весь период своей работы мужчина делал это всего несколько раз, когда не было другого выхода. Очень часто в больницу привозили женщин с улицы или внеплановых. Акушерки не могли принять их в сию же минуту. Если Игорь Павлович сталкивался с подобными случаями, всегда приходил на помощь. Талантливый хирург обладал добрым сердцем, не мог пройти мимо чужой беды. В больничных стенах он повидал всякое, но с таким столкнулся впервые. «Кто должен был принимать?» – спросил он, войдя в палату через 10 минут. «Вера Сергеевна», – ответила санитарка и рассказала мужчине о том, что случилось. «Игорь Павлович, вы только на нее не ругайтесь, поймите, у всех силы на исходе». На этой неделе вообще какой-то аврал. Мы с утками на ногах. А Вера Сергеевна смену уже два дня, как не сдавала. Поспала всего два часа в кабинете и снова за работу. Антонина Сергеевна-то на больничном, как свалилась, так и не выписали по сей день. «Ладно, все», – отмахнулся врач от тараторящей санитарки. «Не время для разборок, потом все решим». Через несколько часов Марина держала на руках розовощекого младенца. «Ну что, поздравляю вас, молодая мать», – сказал Игорь Павлович, который был искренне рад, что роды прошли так быстро и успешно. «Да не с чем поздравлять», – ответила Марина. Глаза девушки были грустными. На секунду главврачу показалось, что она вот-вот расплачется. Сам же он не мог оторвать от нее взгляд. Как же она на нее похожа. Пронеслось у него в голове, как только он увидел Марину. Но в тот момент было совершенно не до этого. Когда девушка оказалась в палате, роды уже начались. Было не до сантиментов. Сейчас же они могли поговорить обо всем спокойно. Но Марина была явно не настроена делиться с посторонним человеком своими бедами. «Как это не с чем?» – удивленно спросил мужчина. «Такой чудесный сынок у вас родился. Вы только посмотрите на него. Уже решили, как назовете?» Марина не знала, что ответить главврачу. Он был первым человеком за столь долгое время, который так заботливо пытался принять участие в ее жизни. Без помощи решить свои проблемы Марина бы не смогла. Идти ей было некуда и просить некого. Она сама не понимала, как до такого докатилась. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Из-за своей наивности и отсутствия опоры в жизни девушка оказалась еще не в самом худшем положении. Все могло быть гораздо страшнее. Но думать об этом Марине совершенно не хотелось. Ей было достаточно и нынешнего положения, которое ее пугало и вводило в ступор. Перед Игорем Павловичем проносилась вся его прошлая жизнь. Почему-то мужчина был уверен в том, что такое сходство не может быть простым совпадением. «Это невозможно», — размышлял он про себя. «Такого просто не бывает». В свои вполне зрелые годы он все еще был холостяком. Предательство жены оставило настолько сильный и болезненный след в его душе, что он больше не смог подпустить к себе близко ни одной женщины. Да и не было смысла скрывать от самого себя, что он до сих пор любил ее, свою веру, которая в надежде на лучшую жизнь безжалостно бросила его. Он долго верил в то, что когда-нибудь она одумается и вернется, если бы он только знал, что ее давно нет в живых. Вера всегда была не от мира сего. Еще в ранней юности она осознала, что ей тесно в родном маленьком городишке. Она хотела от жизни большего, но мать девушки быстро привела ее в чувство. «Нет у нас денег на твои разъезды-переезды», — строго сказала женщина. «Угомонись и живи, как все. Для начала хотя бы колледж какой-нибудь окончи, а потом уже о других городах и карьере думай». Идти учиться в местное заведение Вера не хотела. «Что мне даст такое образование?» — думала она про себя. Но и уехать девушка не могла. Она так надеялась, что мать сжалится над ней и даст ей денег, хотя бы на билет и проживание, но этого не случилось. Женщина была строга и категорична. Отпускать дочь в другой город она не хотела. Вере пришлось смириться со своим положением. Еле-еле девушка получила корку местного медицинского колледжа, где и познакомилась с Игорем, который не собирался ограничиваться таким образованием. Сразу же после получения диплома он подал документы в местный институт, куда был зачислен с первой же попытки. Ну а как иначе? Молодой человек был талантливым. Такие студенты для небольшого города на вес золота. «Смотри, какой парень за тобой приударяет», — приговаривала мать, наблюдая за тем, как Игорь ухаживает за Верой. «Сейчас упустишь, потом не нагонишь. Молодой, перспективный». Все это было сомнительно. Вера не верила в то, что в родном городе у кого-то могут быть хоть сколько-нибудь привлекательные перспективы. Но ухаживание Игоря не отвергла. Когда молодой человек предложил ей руку и сердце, не отказала. Это была неплохая возможность переехать от матери. У родителей Игоря была большая просторная квартира в самом центре. Женить без сына они обрадовались, ждали внуков. Но годы шли, а семейство все так и не пополнялось. Свекровь уже начала задавать вопросы. Да и сам Игорь терялся в догадках. Мужчина был уверен в том, что с его здоровьем все в порядке. Он и подумать не мог, что Вера его нагло и подло обманывает. «Так ты не хочешь детей?» — спросил он, положив перед женой на стол пачку таблеток, которую он случайно нашел в комоде. «Вот черт!» — подумала она про себя. «Какая же я разява! Столько времени скрывала и так глупо спалилась!» Да, Вера не хотела детей. Ее угнетал сам факт материнства. Несмотря на то, что ей пришлось смириться со своим положением, она ни на секунду не переставала мечтать о лучшей жизни. «Я хочу развестись», — сказала женщина после серьезного разговора с мужем. «Развестись и уехать из этого города». К тому времени она успела накопить достаточно денег для того, чтобы переехать. Свои кровно заработанные Вера почти не тратила. Женщина не считала нужным вкладываться в семью. Игорь принимал это как данность, изо всех сил стараясь подняться по карьерной лестнице. Но он это делал ради будущей семьи. Мужчина хотел детей и не ожидал от жены такого предательства. Игорю ничего не оставалось, кроме как отпустить Веру. Что он мог ей сказать? Если она хочет другой жизни, то имеет на нее полное право. Если бы он только знал, что ждет его жену впереди, никогда бы не поступил так опрометчиво. В столице Вера прижилась. Хваткая женщина смогла быстро найти работу, а спустя всего пару месяцев влюбить в себя вполне состоятельного и преуспевающего мужчину. Она познакомилась с ним совершенно случайно. К тому времени развод уже был оформлен. С прошлой жизнью женщину ничего не связывало. Упустить свой шанс она не могла. И беременность, которая свалилась в Вере словно снег на голову, оказалась весьма кстати. «Как же я рад, что у нас будет ребенок», – сказал мужчина, который сразу же после того, как узнал об этом, сделал Вере предложение. С предыдущей возлюбленной он прожил всего три года и тоже готов был жениться. Но судьба все никак не давала им детей. А он ждал того самого момента, когда наконец-то свершится чудо. Но так и не дождался. Своего отношения к материнству Вера не изменило, но в сложившейся ситуации беременность оказалась ее козырем. Роды прошли на удивление легко. Через несколько дней Веру и очаровательную малышку выписали из больницы. Мужчина был счастлив, Вера лишь изображала радость. Она догадывалась, что нынешний супруг не имеет к девочке никакого отношения. Но ей было абсолютно все равно, кто отец малышки. Самое главное, что она смогла вытянуть счастливый билет и начать жить той жизнью, о которой всегда мечтала. Большего ей было не нужно. «Могла бы позвонить?» – возмущалась мать. «Хотя бы рассказать, как у тебя дела?» Женщина была недовольна поведением дочери. Развод с Игорем стал для нее громом среди ясного неба. «Дура! Где ты еще такого мужика найдешь?» – возмущалась она. Но слова матери звучали для Веры как об стенку горох. А о своей столичной жизни женщина вообще предпочитала не рассказывать. Сообщать матери о рождении внучки Вера тоже не стала. Не хотела, чтобы женщина напрашивалась в гости. У нее теперь совершенно другая жизнь, другое окружение. Люди из прошлого ей были не нужны. Знать бы тогда, что они бы ей очень пригодились. Но судьба распорядилась по-другому. От банальных несчастных случаев никто не застрахован. Ни один человек на земле не может знать наверняка, что с ним случится завтра. И Вера не исключение. Спустя несколько месяцев после рождения дочки женщина поскользнулась и попала под колеса проезжающего мимо автомобиля. Какая нелепая смерть. Муж похоронил ее как полагается. На протяжении года маленькая дочка была для мужчины единственным смыслом жизни. Потеряв жену, он обезумел от горя. С трудом вставал по утрам и работал. Но после встречи с новой женой все изменилось. Эта свадьба стала для него роковой. Он хотел стать отцом, и когда спустя несколько месяцев новая жена, которая тоже хотела детей, так и не смогла забеременеть, супруги решили пройти обследование. Результаты оказались неутешительными. Мужчина бесплоден. Но как тогда Вера родила ему дочь? Это не укладывалось у него в голове. Экспертиза подтвердила, что никакого родства и в помине нет. Любой другой человек на его месте оставил бы девочку в семье. Но нет. Он был слишком горд, чтобы воспитывать нагулиного ребенка. Ох, как же сильно он злился на покойницу. Как бы хотел посмотреть ей в глаза. Но это было невозможно. Малышка отправилась в детский дом, где прожила несколько лет. Помотала судьба Марину. Натерпелась она. Три раза переезжала из одного приюта в другой. Пожила в разных городах. А что толку-то? Все одно за стенки убогих заведений. В родной город попала случайно, когда очередной детский дом перераспределяли. Ирония судьбы, да и только. По-другому такое стечение обстоятельств никак не назовешь. «Куда ты поедешь после выписки?» – спросил Игорь Павлович, которому была явно не безразлична судьба девушки. А после того, что он узнал, мужчина был уверен, что Марина – его дочь. Таких совпадений просто не бывает. Но ему нужно было выяснить наверняка. И вовсе не потому, что оказывать помощь посторонней девушке он бы не стал. Мужчина помог бы Марине в любом случае. Она совсем одна, осталась без поддержки и опоры, да еще и с маленьким ребенком на руках. Разве можно пройти мимо такой беды? Конечно же нет. Это не по-человечески. Игорь Павлович никогда бы не смог. Он хотел знать правду для себя. Если Марина – его родная дочь, то это же самое настоящее счастье. Что может быть важнее и ценнее этого? Да, когда-то давно любимая женщина его предала, сделав выбор в пользу красивой жизни. Но ребенок – это же совсем другое. Игорь Павлович прожил свою жизнь скучно и скупо, по крайней мере он сам так считал. Да, мужчина смог построить достойную карьеру, но разве этого может быть достаточно для настоящего счастья? Семья – то, чего ему всегда так не хватало. Но слишком болезненным был удар. Он не смог его пережить, как не старался. Заново начать верить женщинам? Да ну, это ж какой-то вздор. Игорь Павлович был уверен, что если он однажды столкнулся с предательством, то оно настигнет его вновь. Такова уж его судьба. Все свое время он отдавал работе и пациентам. Это было не только его призванием, но и отрадой. Проводя все свободное время на работе, у мужчины просто не оставалось времени на то, чтобы погрузиться в собственные мысли и воспоминания. Приходя домой, он заваливался спать, так как ни на что другое у него просто не было сил. И так много лет подряд, и уже вряд ли что-нибудь когда-нибудь изменится. Дочь могла бы стать его светом в окошке. А еще же и внук? Может быть, судьба все-таки сжалилась над ним и предоставила возможность ощутить то самое семейное счастье? Он бы все для них и сделал. Все, что только мог. А возможности у него есть. В этом сомневаться не приходилось. Некуда мне ехать, задумчиво ответила Марина. И идти тоже некуда. Не знаю, как дальше жить буду. Еще и с малышом. Его, наверное, у меня заберут. Какая я мать? Никола, ни двора. Я же его даже накормить не смогу. Как это некуда? Спросил ничего не понимающий мужчина. Ты же до этого где-то жила? Если ты из детского дома, то должна быть обеспечена жильем. Или тебе комнату не дали? Давай, рассказывай все как есть. Чем смогу, я тебе помогу. Обещаю. В тот момент Марине и вправду не приходилось рассчитывать на чью-либо помощь. Она готова была принять любую, лишь бы спасти малыша. Но от него, от едва знакомого мужчины, который вдвое старше ее и по стечению обстоятельств спас жизнь и ребенку, и ей... Зачем ему это нужно? Подумала она про себя. Но больше Марине было не на кого положиться. В тот момент Игорь Павлович оказался единственным человеком, готовым подставить ей плечо. И девушка рассказала ему обо всем как на духу. Как получила от государства скромную комнату, а местные предприниматели отжали ее у нее обманным путем, оставив на улице не только Марину, но и ее соседей. Таких же горемышных детдомовцев, которые наивно понадеялись на то, что добрые риэлторы помогут им обменять их хибары на нормальное жилье. «Как же так-то?» – всплеснул руками Игорь Павлович. «Это же так элементарно. Схема стара, как мир. Неужели вас в детском доме совсем ничему не учили? Это же понятно даже первокласснику». «Как видите», – вздохнула Марина. «Но я их не виню. Мы сами дураки, что повелись на все это. Мне повезло чуть больше, чем остальным. По крайней мере, мне тогда так казалось. Это же все не сразу произошло. Я переехала и жить кое-как начала, даже на работу устроилась. Познакомилась с молодым человеком. Он заходил в наш магазин за одеждой. И так он мне приглянулся. Как оказалось, и я ему не безразлично. Думала любовь. Не ожидала, что он подонком окажется. Когда все это с жильем случилось, мне идти было некуда, и денег совсем не было. Я ему позвонила. Он меня тут же к себе забрал. С мамой со своей познакомил. Мне жутко неудобно было. Мы с ним договорились, что я до полочки поживу, а как зарплату дадут, так сразу же комнату себе подыщу. Я даже сама не поняла, как у нас начались отношения. С другой стороны, оказавшись под одной крышей симпатичным человеком, разве могло быть иначе. Я думала, что он семью хочет, детей. Мама его ко мне неплохо относилась. А как я забеременела, так они аж в лице поменялись. Уговаривали избавиться от малыша. Мама его даже с врачом каким-то договорилась, который помочь сможет быстро и без лишних вопросов. Но я не смогла. Как такой грех-то на душу взять, родное дитя скинуть? Это же уму непостижимо. Пыталась с ним поговорить, а он ни в какую. Не нужен ему ребенок. А когда я наотрез отказалась прервать беременность, он меня из дома вышвырнул, в чем была. Мать его наутро шмотки мои в подъезд выставила. Почти все девять месяцев скиталась. Хорошо еще, что встретила добрую бомжиху. Она с первого же дня взяла меня в свою избушку. Когда-то, так же, как я, одна на улице осталась, и с тех пор никакого просвета. Если бы не она, то не знаю, что бы со мной было. Я же и на учет пыталась встать, чтобы ребеночка наблюдали, но мне отказали. Сказали, что, мол, документов нет, и пошла вон отсюда. Если бы мне на улице плохо не стало, и роды при всем честном народе не начались бы, то даже скорая к бомжихе на вызов не приехала бы. Слушая Марину, Игорь Павлович с трудом сдерживал слезы. Боже мой, думал про себя мужчина. И за что только на бедную девочку свалилось столько испытаний? Как она вообще пережила весь этот кошмар? Все услышанное не укладывалось у мужчины в голове. Он не понимал, почему судьба обошлась с Мариной так жестоко. После выписки поедешь ко мне, сказал он. У меня просторная квартира, места всем хватит. Да ну что вы, воскликнула Марина. Это же неудобно. Я очень благодарна вам за участие в моей судьбе. Сейчас мало неравнодушных людей, но поймите и меня. Как я могу поехать в дом к постороннему мужчине, да еще и с ребенком? Это как-то неправильно? Игорь Павлович больше не смог сдерживаться. Он дал себе зарок молчать до того момента, как не будет проведена экспертиза, но не выполнил его. Рассказал Марине обо всем. Та слушала и не верила своим ушам. Не может быть, воскликнула девушка. Это невозможно? Возможно, Мариночка, возможно, ответил мужчина. Я почти на сто процентов уверен в том, что мои предположения верны. Результаты экспертизы подтвердили родство Марины и Игоря Павловича. Как же мужчина был счастлив, как никогда в жизни. Он наконец-то обрел дочь, о существовании которой не знал столько лет, а у Марины и малыша появилась крыша над головой и заботливый дедушка. Она никак не могла ожидать того, что бывший возлюбленный вновь появится в ее жизни. Как гром среди ясного неба, звонок Артема стал для Марины полной неожиданностью. «Что тебе нужно?» – спросила девушка, которая была не рада тому, что взяла трубку. «Я бы очень хотел с тобой встретиться и поговорить», ответил молодой человек. О чем им разговаривать после того, как он так цинично и безжалостно вышвырнул ее беременную на улицу? В тот момент Марина как никогда нуждалась в отцовском совете. «Это только тебе решать», – сказал Игорь Павлович. «Я в таких делах плохой советчик. Съезди, поговори, послушай, что скажет, и уже потом будешь думать». Душевные излияния Артема удивили Марину. Он каялся и приносил извинения за свое поведение, которое, как ни странно, совершенно не трогали Марину. «Мама заболела», – сказал он. «Не знаем, что будет с ней дальше, но будем бороться. Она бы тоже очень хотела перед тобой извиниться. Ты не могла бы съездить со мной к ней в больницу». «Ах, вот оно в чем дело», – подумала Марина. «Мама заболела. А если бы не заболела, то ты бы обо мне даже и не вспомнил». Девушке был крайне неприятен этот разговор, но по своей душевной доброте она все-таки согласилась съездить с Артемом в больницу и выслушать извинения женщины. Ее слова показались Марине достаточно искренними, но в тот момент она не могла даже самой себе ответить на вопрос, сможет ли она когда-нибудь простить людей, поступивших с ней так низко и подло, людей, которые всеми правдами и неправдами уговаривали ее избавиться от малыша. Болезнь матери изменила Артема. Он стал совершенно другим человеком. Проведенные возле палаты женщины бессонные ночи очень сильно на него повлияли. Спустя несколько месяцев, когда состояние женщины стабилизировалось, Марина согласилась общаться с Артемом. Сына родной отец все-таки увидел и не мог на него наглядеться. Во всей будничной суматохе Марина внезапно поймала себя на мысли, что совершенно забыла про тетю Шуру, ту женщину, которая фактически спасла жизнь ей и ее ребенку. Папа, я хотела бы тебя попросить, сказала девушка. Как он мог ей отказать? Через два месяца документы женщины были восстановлены. Игорь Павлович и Марина помогли ей снять комнату и начать новую жизнь. Мужчина посодействовал трудоустройству в больницу. «Нам как раз не хватает санитарок», — сказал он. «Постоянно увольняются». Женщина была довольна и этим. Не забыл Игорь Павлович и про выговор Вере Сергеевне, которая с тех пор изменила свое отношение к роженицам. «Мало ли кто в следующий раз попадется», — размышляла про себя женщина, которая после серьезного разговора с главврачом поняла, что лишний раз лучше держать рот на замке и вести себя прилично, чтобы не нарваться на неприятности.